6 февраля комиссия по борьбе с лженаукой РАН опубликовала меморандум номер 2. 34 ученых, медики, химики, биологи заключили гомеопатия лженаука, а клиническая эффективность гомеопатических препаратов не доказана. Заявление растиражировали СМИ уже к вечеру, информационные агентства получили желанный комментарий Минздрава. К нам в Министерство здравоохранения такого заключения не поступало. Если оно поступит, мы, естественно, его будем изучать. Но гомеопатия признается официально Всемирной организацией здравоохранения, в том числе и Минздравом России гомеопатия тоже признана. Если прием ведет специалист, не знающий гомеопатии, который не прошел специализацию обучения, вот тогда это лженаука. Всемирная организация здравоохранения за словом в карман не лезла и отреагировала мгновенно, мол, мы такого гражданка Яковлева не говорили в раке. Всемирная организация здравоохранения признает лишь существование гомеопатии, как и других методов альтернативной медицины. При этом нельзя утверждать, что ВОЗ, располагая доказательствами эффективности, и безопасности гомеопатии. Так за один только понедельник о гомеопатии заговорила вся страна доселе, часто путавшая этот метод лечения с фитотерапией. Гомеопатия появилась 220 лет назад, и ее отцом-основателем был Самуэль Ганиман, немецкий медик. В основе метода лежит идея, что подобное может вылечить подобное. То есть вещество, вызывающее высокую температуру, к примеру, хинин, может от нее же и избавить, если применять его в микродозах. Так в 18 веке появилась технология разведения. Наглядно технологию разведения можно представить вот так. В этих емкостях вода и пищевой краситель. Вот только массовая доля вещества в каждой из них разная. К примеру, вот в этой концентрация красителя высокая. В каждой последующей она становится все меньше, в конце сходит на нет. Ну, визуально вот здесь вот мы не видим красителя. Метод Ганимана появился тогда, когда атомная теория вещества еще не была общепринятой. И считалось, что вещество можно разводить сколько угодно раз, без потери им исходных свойств. Скажем, для получения средства в разведении 30С, а оно самое ходовое в гомеопатии, его 30 раз разводят стократно и перед каждым разведением пробирку встряхивают. Это называется потенциированием или усилением. Методически это просто добавление одного вещества к растворителю и встряхивание. В следствии этого считается, что информация об этом веществе переносится на растворитель. И лечение происходит именно им, а не самим веществом. Алексей Сокольников не шарлатан и не проходимец, дипломированный врач-педиатр по совместительству гомеопат. Говорит, что в гомеопатии самое важное – пациенты, его особенности лечения этим методом всегда индивидуально. В аллопатии, то есть в традиционной медицине, лечат болезнь, а не больного. Надо четко понимать, что все равно ответственность за выбором метода лечения лежит не только на враче. То есть да, когда пациент пришел к врачу, он должен ему порекомендовать разные подходы, технологии. Но все равно сегодняшняя позиция такова, что пациент – это полноправный участник лечебного процесса. Выбор гражданам никто не ограничивает. Это вот фармацевтическим компаниям российская академия наук рекомендует информировать потребителей о типе лекарственного средства, а медикам воздержаться от использования препаратов с недоказанной эффективностью, в том числе и гомеопатических. Из огромного моря препаратов, которые сейчас существуют, даже в традиционной, нормальной клинической практике, реально доказанное действие не так у многих препаратов. И мы, в частности, у себя в центре тоже боремся с тем, чтобы у нас не использовались препараты, которые не имеют доказательной базы. Гомеопатические препараты продают не только гомеопаты. С легкой руки маркетологов мы принимаем их при профилактике гриппа, аллергии, нарушении сна и головной боли. Ежегодно россияне тратят около трех миллиардов рублей на приобретение популярного противовирусного средства, как в детской считалке, рифмующегося с бациллой, в котором заведомо нет ничего, кроме сахарозы и лактозы. И об этом честно написано на упаковке. И стоит ли платить за разрекламированное плацебо от 400 рублей до 1000, решает сам покупатель. Ведь он обладает полной информацией о препарате. Главная проблема, по мнению авторов скандального меморандума, не в существовании гомеопатии как явления, а в отсутствии контроля за фармацевтикой. Работа по разрешению лекарств, продаже и использованию на территории Российской Федерации, она не с правом ведется плохо. Но надо понимать, что в Советском Союзе эта работа велась еще хуже. Эта работа, по большому счету, у нас до сих пор еще не налажена. Тех, кто сознательно выбирает гомеопатический метод лечения, заставлять идти в ближайшую поликлинику, никто не собирается. И что делать с рекомендациями академиков, предстоит решить специальной комиссией Министерства здравоохранения. От себя советуем внимательно изучать состав и инструкцию по применению лекарственных средств. Особенно, если назначили вы их себе сами. Олеся Кокина, Денис Линчевский. Семь дней в регионе. Семь дней в регионе.